Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать, как я буду готовить торт Вупи Пай. Я его уже несколько раз готовила, очень вкусно получается, и также хочу с вами поделиться. Итак, поехали готовить! Значит, мука, значит, все ингредиенты я напишу под видео, все по граммулечкам. А сейчас поехали готовить. Значит, в муку я добавляю какао-порошок. Разрыхлитель По пачке Щепотку соли Соду Все это мы аккуратно перемешиваем, соединяем с мукой. Для этого я взяла вот такую побольше посуду, чтобы можно было все перемешать, все сухие ингредиенты. И оставим это в сторону. А сейчас берем такую миску. Отправляем туда сливочное масло. Сливочное масло комнатной температуры. К маслу добавляем ванильный сахар. Сахар. И все перемешиваем в течение двух минут. Миксером. Итак, масло с сахаром я перемешала. И теперь отправляю одно яйцо. Яйцо комнатной температуры должно быть. И также перемешиваю в течение четырех минут. Итак, яйцо, масло и сахар я хорошенечко взбила. Теперь что мы делаем? Мы берем молоко. К нему мы отправляем лимонный сок. Перемешиваем. Берем теплый кофе. К кофе мы добавляем молоко. Теперь что мы делаем? Мы берем нашу муку, мучную смесь. И в несколько приемов добавляем немножко сначала муку. Где-то в три-четыре приема. Кофейную смесь. Перемешиваем. Муку добавляем. Кофейную смесь. Перемешиваем. И так до конца. Итак, вот я все смешала. Духовку я включила уже. Духовка у меня разогревается. И все это мы отправляем на противень. Так вот, я подготовила противень. Я беру вот такую вот тарелочку небольшую. И делаю вот такие вот кружочки. У меня подходящей формы нет. Поэтому я буду пользоваться этой тарелочкой. тарелочкой. И теперь я беру наш крем, наш крем, наше тесто, не тело, тесто. и выкладываю на эти кружочки. А потом я просто распределю их вот так вот. И тем самым у меня получится три коржа. Я беру Итак, друзья, вот я разровняла наши три коржа И сейчас отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов Буквально на 20-25 минут Итак, друзья, вот я достала наши коржики Вот такие вот они у меня вышли Я даю теперь им полностью остыть Пусть остывают Итак, друзья, коржики остыли Мы теперь их можем опять взять в нашу тарелочку И подровнять Они получились очень мягкие Итак, друзья, коржи приготовили И сейчас будем готовить крем Значит, я взяла сметану Нужно брать сметану 30% жирности И сахарную пудру Значит, 300 грамм сметаны у меня здесь И 60 грамм сахара Значит, все делаем, взбиваем А, еще забыла сказать, что я еще добавила ванильный сахар Ну что, взбиваем Ну что, взбиваем Итак, вот до такого состояния я взбила сметану Этого достаточно Теперь наш крем отправляем в кондитерский мешок И вот так вот И вот так вот Продолжение следует... 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 Вот такой красавчик торт получился. Я думаю, очень просто и очень быстро. Не такие уж дорогие ингредиенты ушли. Поэтому всем приятного аппетита. Ну, а мы будем пробовать наш кусочек. Посмотрите, какой мягкий получился корж. Ммм, очень вкусно. Очень вкусно. Ну что, друзья, всем приятного аппетита. С вами была Ния. Если вам понравилось, ставьте класс, подписывайтесь. И всем пока-пока.